Кого же Полина Гагарина выбрала своим любовником? Как отомстил Лолита своему бывшему мужу? Почему житель Петербурга решил продать своего сына на Авито? Все эти и другие события недели сегодня на канале Сплетники. Как вы наверняка уже знаете из нашего прошлого видео, певица Полина Гагарина распрощалась со своим мужем и нисколечко об этом не жалеет, потому что он только связывал ее по рукам и ногам своей неторопливостью и неспешностью. Плюс ко всему сказалась серьезная разница в размерах заработков супругов. Если верить данным последнего рейтинга издания Forbes, то Полина за год заработала более 5 миллионов долларов, называют сумму около 377 миллионов рублей. А в то же время Дмитрий Исхаков за месяц в качестве фотографа получает примерно в 100 раз меньше своей супруги, всего около 300-400 тысяч рублей, и то, если повезет. Маловато будет! Все это не могло не сказаться в результате на семейных отношениях. Так и случилось. А еще оказалось, что 6 лет назад перед своим бракосочетанием паранотериально зафиксировал свои договоренности насчет возможного раздела при разводе. Согласно этому документу, все имущество, что имеет и приобрела Полина Гагарина, останется исключительно ее собственностью. Так что никакой драмы не будет. Похоже, у Полины все просчитано на 5 шагов вперед, даже в личной жизни. Поехали, поехали, работаем, ребята! Глаза в глаза, и я только за. Ну почему ж ты мне так нравишься, нравишься? На днях в одном из телеграм-каналов промелькнула интересная инфа, связанная с Эмином Агаларовым, который как раз на днях тоже расстался со своей второй женой Аленой Гавриловой. Там намеком говорилось, что у Эмина уже есть новая пассия, отношения с которой ускорили разрыв с супругой. Она вроде бы та самая, которая была кандидатом на поездку на Евровидень 2020, но не срослось, потому что, как известно, Россию представляла группа Little Big. Не нужно сильно напрягаться, чтобы вспомнить, что претендентками женского пола были Зиверт, Бузова и Полина Гагарина. Зиверт не скрывает, что состоит в серьезных отношениях. Бузова тоже своя амур и выпячивает, как может. И кто же остается? Полина Гагарина, сердечко которой по случайному стечению обстоятельств несколько месяцев как свободно. Совпадение? Не будем делать поспешных выводов, понаблюдаем за ситуацией. Как считаете, реально такое неожиданное развитие событий или все это домыслы? Пишите свое мнение в комментарии. Пятый по счету юбилейный бывший муж певицы Лолиты, Дмитрий Иванов, несколько дней назад попал в больницу на севере Москвы. Это произошло в ночное время, ему диагностировали многочисленные травмы и ушибы, в том числе головы. В целом, его состояние оценивается как удовлетворительное. Дмитрий проходит лечение в отдельной палате. Вполне вероятно, что Иванову понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов. Что случилось с ним, точно неизвестно. Есть две текущие версии произошедшего. По одной из них Иванов попал в ДТП, по второй оказался в центре потасовки. Тут же поползли слухи, что это Лолита таким образом решила отомстить своему бывшему мужу. Все-таки у этой пары было достаточно претензий к друг другу. Певица даже пыталась доказать, что молодой возлюбленный не только изменял ей, но и травил ее сомнительными лекарствами. Артистка пока никак не комментировала сложившуюся ситуацию. Сам пострадавший молчал, не отвечал на звонки, однако каким-то особо настойчивым журналистам удалось до него добраться. На вопрос, как он себя сейчас чувствует, Иванов ответил, что получше. Говорил он с трудом, зато сказал довольно интересную и неоднозначную фразу. Анализируя слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему была дана команда идти до конца. Пока никак не сопоставляю одно с другим, но тем не менее должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку. Поживем, увидим. И вот так туманно сообщил Дмитрий Иванов. Конечно же, эту мысль в тот же день донесли и до адвоката Жорина, представитель Лолиты в том бракоразводном процессе. В суде мы были оппонентами, я ему ничего плохого не желал и не желаю. Тем более судебный процесс с судебным процессом, а здоровье это самое важное, ответил адвокат. Он пожелал бывшему супругу Лолиты скорейшего выздоровления. Вот такая запутанная детективная история. Вроде бы перед и во время развода Дмитрий Иванов не хотел громких скандалов и избегал пиара подобного рода. Неужели что-то изменилось? Или все-таки Лолита могла отомстить своему бывшему таким образом? Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии. Муж Наташи Королевой, Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, на этой неделе пожаловался на тяжелое финансовое положение из-за введенного режима изоляции. Он с удивлением спрашивает, почему в первую очередь решили помогать врачам и пенсионерам, в то время как деятели культуры, тип него, вынуждены прозябать на карантине без денег. «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачи оплачивайте. Народ вообще не понимает», заявил артист оригинального жанра. Это высказывание Глушко вызвало довольно широкий резонанс. Многие посчитали, что Тарзан находится явно не в том положении, чтобы жаловаться. «Бедолага бабушкам и дедушкам позавидовал. Нужно, наверное, пенсионерам скинуться Тарзану на пропитание. Приезжай к нам в деревню, на 10-15 тысяч тут веселее. Мужская сила в сельском хозяйстве очень нужна. Это тебе не достоинством трясти», писали возмущенные поклонники. «Белоснежка и вот ее два гнома. Два гнома, два гнома, два гнома, два гнома, два гнома, два гнома, два гнома. Сидим, сидим мы дома. О! Бегай сюда! Регина Тодоренко, которая недавно испытала на себе вполне такие материальные санкции, которые обрушились на нее после скандала, в котором она высказала свое мнение о домашнем насилии, продолжает периодически удивлять. Причем удивление вызывает ее подход. Если честно, ее поступки выглядят даже немного туповато. Теперь она подарила блогеру Маргарите Грачевой, которой муж три года назад отрубил кисти рук, статуэтку журнала «Гламур женщины года», которой ее недавно лишили. И премия «Женщины года» по версии «Гламур» уходит Маргарите Грачевой. Спасибо тебе, дорогой друг, за поддержку. Зачем? Что она хотела этим показать? Забирай, мне уже не нужно, пусть у тебя постоит. Или это реконструкция древнего анекдота «нет ручек, нет конфетки»? Нужно заметить, что Маргарита не стала торопиться с выводами и не купилась на эти подарки. Она сказала, что эта стекляшка для нее ничего не значит, и только время покажет подлинность действий Регины Тодоренко. Позиции, надо признаться, достойны уважения и даже восхищения. А сама Регина пока радуется тому, что на ее YouTube-канале набралось миллион подписчиков. На торговой площадке Авито появился необычный лот в разделе «Другие домашние животные». Рядом с фотографией ребенка был сопроводительный текст. «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших, не любит учиться, читать, помогать по дому. Обожает играть целыми днями на телефоне или PlayStation и смотреть YouTube. Отдам бесплатно тем, кто сделает его счастливым». Очень быстро следственный комитет нашел автора этого объявления. Мужчина пояснил, что разместил его в воспитательных целях для сына. Показав ему это объявление, он рассчитывал, что ребенок будет вести себя как-то по-другому. Почти все получилось, но тут приехала полиция и вмешалась в воспитательный процесс. Чем эта шутка кончится для отца ребенка, пока непонятно. Необычное фото медсестры из Тульской больницы мгновенно облетело всю страну. Девушка стала известна после того, как пациенты сфотографировали ее в прозрачном защитном костюме, под которым виднелся купальник. Многие мужчины даже захотели позвать девушку замуж. Правда, сама медсестра открывать личик и не хотела. Девушка стеснялась, свалившись на нее славой. Но коллеги все-таки решили раскрыть ее личность. Это Надежда Жукова. Она закончила Рязанский медицинский университет и она сейчас работает медсестрой в Тульской больнице. Что же касается самой необычной формы одежды на работе, то проблема, по словам коллег, в том, что им просто не хватает пижам, которые нужно менять каждую смену. После случившейся все работники больницы как один встали на сторону медсестры. Вся проблема была в том, что Надежда единственная, кто попала в поле зрения СМИ. Хотя до скандала так ходили и другие медики. Сама медсестра от комментариев категорически отказывается. Руководство больницы собиралось как-то наказать засветившуюся медсестру, но за нее вступился губернатор Тульской области. Я хотел бы заметить, что это не единственный плюс. Это были Вот так новости. Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Там то, что не покажут на Ютубе. Все ссылки под видео. Я Никита Джигурда подаю в суд на мэра города Москвы Сергея Собянина. Вы наживаетесь на так называемой эпидемии коронавируса, которой на самом деле не существует. И вы это прекрасно знаете. Вы выполняете указания теневых правителей земного шарика и подчиняетесь требованиям Всемирной организации здравоохранения, которая не раз была уличена в сговоре с фармацептическими компаниями. И по поводу господина Билла Гейтса, который объявляет прямым текстом программу вакцинации непроверенных вакцин. И по его планам 10-15% населения земного шара должно сократиться после этих вакцинаций. Вы, Сергей Собянин, участвуете в сговоре, в заговоре теневых мировых элит. Продолжение следует...